Аплодисменты Теперь Жлезногорсказывается, да? Ну что, спутник не летает? Не летает. Спасибо, что пришли. Вот. У меня самое незабываемое ощущение было. Гость в этом закрытом городе. Да. Ну хорошо. Значит, вот. Я вижу, что тут уже... Давайте начнем про катпички и чего-нибудь такого. Александр Васильевич, может быть, мы просто сразу начнем с подведения резюме. А, так вот. Сначала мы подведем резюме. А, почему замерзает сердце? А потом снег. Да, ну хорошо. Давайте. А, так. Значит, тут нужно... Давайте снег споем. Тут же принесло. А там нужно принесло. А там без принесло. Пятьдесят мой свой год. Молодой кел. Наивный. Тихо по веткам шуршит снегопад. Сучья трещат на огне. Третьи часы, когда все еще спят. Что вспоминается мне? Небо далекого гроза. Дальние письма домой. Царствие чепуточных солнцем. Быстро сменяется озеро. Долгой поля. И зимой. Зимой. Слеп. Зима. Слеп. 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 Ведется веселый снежок, В стыке, в ресницах, Светлых за мной, Ляжет душу тревогу. Трогал задумчивый нигей, Гонство их светлых прядь. Не надплевали линия, По Ленинградскому синие Вечер спустил снег на дыше. Снег, 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 Снег над глазами, За окошком кружится, А не коснется твоим сон, Но вот и грех. Снег, 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 Что тебе, милая, снится Над тишиной замерзающей грех? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое с берегу, Ветер твое на пути? Через туманы по разбору Мне для тебя не дойти. Вспомним же, если взрослется, Наши стоят огни. И пешком, как придется, Песня к тебе доберется, Даже в небе на юге дыше. Снег, 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 Снег над тайной мужецем, В юга заносит свины Наши стоят. Свет, свет, снег, 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 Но с тебе нынче прислится, Залитый солнце, Базарный герой, Завтра життем. Вот такая история Имеет еще отношение к небесам. Значит, по-дапрошу про другого, штата Нью-Йорка. Да, тут есть фильм «В поисках Эйлиша», я это же не рассказывал. Фильм этот, но для тех, кто не видел и так далее, он единственное место, где можно купить, на самом деле. Фильм этот связан с моей жизнью. Для тех, кто не знает, я просто вам скажу, я Эллир сам не играл. Но родители мои родились в Когилёре Белорусском, и многие поколения их предков жили там. Их родным языком был «Итиш». И вот так уж получилось, что поцеления там не было. Каждый год мы ездили с бабушками и дедушками, ездили с родителями, бабушками и дедушками туда. Там огромная семья, разведленная такая, знаете, там, в Витебске, в Минске. Да, там была черта оседлости. И в 41-м году мы совершенно случайно не поехали, потому что отец к нынешнему принялся там. Дожили бедно очень. В коммуналке жили в проемной помощи с родителями. И мы не поехали. И это нас спасло, потому что мы попали в блокаду, а немцы, которые все-таки в виде выживы. А всех моих родственников, бабушек, дедушек, братьев, сестерок, оказался там. В октябре 41-го года немцы убили. Там, в поселке Пашка, под Могилевом, был опытный полигон. Там испытывались душекубки. Там их они испытывались. И вот здесь тема фильма такова, что до данного 70-летнего юбилея я не знаю ни о своих предках, ни из-за диана, о которых мы не говорили. И вот фильм этот, субстронный по-английски, в позаброшен году, был взрослой фильм, документальный, который монтировал замечательный белорусский режиссер Юрий Хочевацкий, известный своими фильмами, так сказать, по ряду многих народов премий. Фильм этот в Белоруссии пойти не может, потому что Хочевацкий личный враг, Александр Григорьевич Лукашенко после фильма, он был, наверное, президент. Вот, и так далее. У меня было вопросы, но он не живет в Минске до сих пор. Я говорю, ёй, а чё вы не уезжаете? А я, это моя земля, я здесь родился, я здесь буду жить 8 года уже. Я не могу. Он такой мужик вызвал. Вот, ну, неважно. Важно, что фильм в октябре года прошлого года в Нью-Йорке на фестивале международного документального фильма не на еврейский фестивале, а вообще не на десятый жирный фильм. Получил по номинации культуры первое место в мире. О нем небольшая пресса, о нем много чего сейчас пишут и прочее, и прочее. Вот, я просто, чтобы показать, я пришлю стишок с фильма и покажу песню, а потом свою песню, уже смешную, связанную с этим фильмом. Жизнь как лета коротка. Видишь, я не знаю языка. Видишь, достояние моего предка. Да и слышал я его редко. Не учил его азы. Грустно. Мой единственный язык. Русский, насостарившийся. Как с кровью. Расхождение языка с кровью. Мой отец перед войной с мамой. Говорит о нем, порой мало, чтобы я их разговор не понял. Это все я до сих пор помню. Я не знаю языка. Значит, не на нем моя строка плачет. Не на нем моя звенит песня. И какой же аид, если позабыл своего деда, будто нет до него дела, вдохоносится река. Жарко. Я не знаю языка. Жарко. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот, конвенционная сцена фильма «День Победы» в Минске. На печали известной Минской яме. Где-то для немцев убили несколько тысяч евреев. Идет террорный митинг. Люди плачут, приносят цветы. Камни. Потому что по-еврейски претит цветами гимнальные цветы. Глазят камни. Идет террорный митинг. И она поет одну песню. Эту фей песню. Отпирая щеку руголы. От житейских устав не взлет. Я на снимок смотрю стасполный. А на снимке двадцатый год. Моя мама теперь лежит. Ей защиты не стал увы. Ненадёжный до неба в щит. И кого из своих родных Ни народом, ни народом зовут. Кто стареет в краях иных. Кто убитый лежит в мороз. И кого из своих родных. Ни народом, ни народом зовут. Кто стареет в краях иных. Кто убитый лежит в мороз. Хроник, никто убитый. Кто CHF в крови один... Выгорают все торговые Старый год вокруг одет Моя внучка зовут Рахим Моей внучке двенадцати лет Пусть поет ей весенний ход Пусть мноют ее слеза И глядят на меня в упор Юной маме моих глазах Отпусти нам Господь грехи И детей упаси обет Моя внучка зовут Рахим Моей внучке двенадцати лет Отпусти нам Господь грехи И детей упаси обет Моя внучка зовут Рахим Моей внучке двенадцати лет История была такая. После того какого-то филизамена первое место в Нью-Йорке, меня пригласили в Вашингтон, в религиям Конгресса Соединенных Штатов Америки, для презентации этого фильма. Я считаю это большой честью. Я не могу не похвастаться, что он третий русский поэт, который достался этого приглашения. Первым он был Евтушенко и Брунский. Но перед этим за день ко мне пришла дама такая, на русском языке говорящая, оттуда из администрации, сказала, профессор, мы знаем, что он профессор, мы знаем Вашу точку зрения по поводу идеи глобального поземления. Поэтому я Вас хочу предупредить, чтобы у Вас все было в порядке, не вздумайте критиковать Альберта Гора, ни слова против глобального поземления. У меня полнят, это демократический стандарт, но я думаю, ну что, что, за что, молчал партизан на допрос. Ни слова, ни слова. Но меня заело. Я после протеста написал песню о глобальном потеплении. В речи заходит новый диск, песен написан за последний год, вернусь в название «Глобальное потепление», поэты песни. Песня, конечно, хулиганская, чисто российская. Рассчитывая, что песня где-то в электричке, в Америке, в Америке, но у меня такое ощущение, что диск против идеи Гора больше всего наискативный сюжет. Послушайте. Горевышное мое поколение, нам глобальное грозит потепление. Горевышное мое поколение, нас пугает греб свиной киплой зоною, угрожает нам дорогу, а зон на юг нет печальный народ этой повести. На задушном мироте жарко полно не се, на задушном мироте жарко полно се, на колах растает лед и наполню все. За окошками беда косоротится, а бежит в моря вода, не воротится, все сумеют города, затопить она. Сгинет Лондон без следа, в месяц пинтера, нас пугают от утра и до вечера. Но мы, как детвора, все доверчивые, как нам быть, чтобы не сгибы, быстро мы чеш-трепы президенты с министрами. ПЕСНЯ 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 Ого, там что-то набегает. Целое пришло. Огромное спасибо за песни и стихи, за камертон жизни. Спасибо. Приезжайте, пожалуйста, в фестиваль, пожалуйста, на обе площадки. Сейчас они не люди так и делают. Здесь не только амбиции организаторов, но и много тысяч, а аудитория тех, что очень нужна и важна ваше творчество и ваша личность. Так, на обе площадки хорошо. А за информацию о концерте, пожалуй, самое большое спасибо Балтианской. А что, по Экополской передованию, да? Спасибо, если это так. Спасибо большое. Очень спасибо, что вы пришли в Кельско-Московский. У меня еще очень интересный случай. 23 марта у меня был большой сольный концерт в Питерской филармонии. Ну, это Питерская филармония, большой зал, 1600 человек. И там вот полная шла, чтобы не удивило. Там на хорах люди стояли, биткомный амбитный зал, ни одной глядой не было. А я, я в Питерская филармонии, я туда привык ходить, мальчишкой, там, школьником, студентом, там, Брадинский, Вилли Феррера, там, я не знаю, там, Клинвезер, старик, конечно, слушал фортепиатные концерты. Не говоря уже там о войсках и прочее, прочее, все-таки святые, как любые места. И вдруг я там стоял на сцене. Я говорю, приехал туда, я здесь и снялся, я вхожу на сцену, там такая, Дана, седая в этой форме, в этой органической, так как-то в душу, это почти не страх. Я говорю, знаете, вот, я себя неловко чувствую, потому что я никогда не стоял на этой сцене, понимаете. Я вся была вот там, на хорах, вообще, на стипендии, нищие, студенческие, друг, друг, и вдруг я вот выхожу на сцену, как мне очень бьют на себя. Она говорит, да вы не беспокойтесь, вы, говорит, не комплексуете, сейчас еще и хуже вас приглашаю. Принцесса Берегин. Небольшой, в 10-м классе, или вы, смотрите, я увлекаюсь в Ихтланде, особенно его роман «Амудейская война». Это было время, 50-е годы, начало, между компанией по децепутатизму, делом врачей, когда быть евреем было не только опасно, но и позор в курсе. Я, мальчишкин, воспитываю подсталинский роман, чёртываю в этих замечательных романах «Фиктанга», «Ревизиус», «Газобразные персадения», «Семяя Пенгей» и, конечно же, «Ихотельская война». Какой-то, какой-то вот запас того, что все-таки, ну, не такие уж мы все ужасные и древние, как у нас представляется сталинская пропаганда. И вот «Принцесса Береника», в которой влюбился будущий император Тит, что не помешало ему разрушить евроцаревский храм. И уже потом, где-то году в 60-м, работал в институте Георгики и начал ухаживать за очень красивой девушкой, которая работала с переводчицей, ярко-рыжей такой, ярко-рыжей такой медного цвета, цветозащищенной меди, еврейкой, которая, с моей точки зрения, была похожа на «Принцессу Беренику». Я жил на Оксе, и я написал такую вот песенку. Вот сейчас она живет уже в Ан-Арборе, в Америке, у нее внуки, там, и прочее, прочее. А песня просто. Песня «Принцесса Береника» Песня «Принцесса Береника» Песня «Принцесса Береника» Песня «Принцесса Береника» В ближайшее время повторить лекцию поиска Атлантиды. Кстати, я вот и сейчас предлагал именно эту тему. Сколько имел до Атлантиды? Там тоже ничего сказать. Эти фильмы про Атлантиды и прочее, прочее. Но руководство сказал, нет, Атлантида не надо, давайте вот по-другому потихоньку. Если осенью, так сказать, меня вдруг позовут, то я освоил лекцию Атлантиды. Тем более, что там очень много материалов. Да, в интернете ничего сегодня... Да я знаю, что ничего не было. Спасибо. А, про Атлантиды. С чего древняя часть Атлантиды. 70-й год. Судно Дмитрия Менделеева. Женский юний 8 марта. Судно покачивается где-то в России, в Восточной Атлантике. По случаю женского дня, женщина была ломка на корабле. А я первый раз попал на гражданское судно после шести лет плавания на военных судах. Женщины, потому что не было вообще. Этот самый... Боссман говорил, что происходит. Папы на судно пускают. Вот, приотбирали Ушакове, как сейчас помним. И императрица приезжала до Плавманское судно, до постельё. Боссман ходил и все места был. Потом Хашхай и императрица. А всё снова. А сейчас что? Ужас. Так вот, значит... Объявил конкурс, научил песни на тему Атлантиды. Значит, я был представлен жюри, потому что я, естественно, не имею права участвовать, поскольку всё же профессионал-поксёр будет меня несчастным. Начинаешь. Да. Но, значит, я, тем не менее, в соответствии с Атлантиды, где кокусы, да? Вот. И эта песня осталась. Самое интересное другое, что, когда вечером приюли танцы, мы с ныне моим ушедшим жизненным надругами играми головосовы зашли на карман, уже несколько отдавших, и значили. И он ткнул пальцем наплясавшую на чёрных волнах за карману и сказал, а кто это, может, Атлантида именно здесь? Так получилось, что это были те самые координаты, где через, значит, 30 лет спустя, погружаясь на подводный аппарат, на вершину подводных горя Ампер, я нашёл следы и 20 лет после себе странных сооружений, как иначе называли древнюю гонку. Но тогда, ещё до этого, я нашёл песню, которая до сих пор годится, как ответ на вопрос, как я отношусь к теме Атлантиды. Атлантический повод, Алтина, из страницы прочитанных книг, а дома не увяжет Атлантина, голубого огня, материка «Над ней пара-коды и ветер, Стая рыб проплевает над ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. Не найти и за тысячу лет кому, объясняют учёные мне, Ту страну, что пропало бессветно, В океанской ночной плавенем И напрасно вожать трансвете, В этом царстве подводных теней. «Над ней пара-коды и ветер, Стая рыб проплевает над ней И, кто нам скажет, откуда мы пришли?» «Кто нам скажет, куда мы уйдём?» «Кто сегодня нам сможет ответить?» «Сколько жильд нас в столетии дней?» «Над ней сказки нужны только детям, Сказки взрослым гораздо нужней. И хотя я скажу себе тихо, Не бывало её никогда. Если спросят, была Атлантида?» Я отвечу уверенно, да, Пусть поверят истории об этом. Атлантида ведь дело не умеет, Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней, Пусть поверят истории об этом. Атлантида ведь дело не умеет, Разве сказки нужны только детям, Сказки взрослым гораздо нужней. Аплодисменты «Имена вокзалов» «Имена вокзала» «Имена вокзала» Чтобы в кушке вернуться домой. Очень жалко, что самая малость Я при этом, увы, позабыл. Никого там теперь не осталось, Только пыльные камни могилы. Дым отечества, сладкий горький, Отрывает их раненько. Ленинградзе, вокзала в пятерку, Удержать не могу в пятерне. Но когда высыпаются краны, На исходе полагода дня, Все нас снятся пустые перроны, Где никто не встречает меня. Все нас снятся пустые перроны, Где никто не встречает меня. Из песен спектакля, Песен спектакля «Горящее сердце» По пьесе Артем Григорьевича Островского. Но она, к сожалению, Как и все мои другие песни, И спектакля, в детстве разные годы, Ничего никогда никуда не попало. Единственный раз, Когда мои песни были использованы в спектакле, Перевели к тому, Что сняли спектакль, В 81-й год, Выгнали главным режиссером, Я тоже был в Москве, И поэтому Николай Чебусь поймал Господин Романов, Григорий Васильевич, Игорь Васильевич, Игорь Чебусь дождь не мог. А так бы достал. Но это было уже потом, Когда мы уже режиссер, Уже в наше время, Он хотел ставить Островского. И там, если помните, По пьесе, если кто читал, Дейский, после в конце 19-го века, Волжском городе, Там роман купеческий, Там он и она. На фоне этого романа, Гуляют по волке, Купеческие цинги, Дерег много, Время еще пока спокойное, К ним прибывают Какие-то пьющие люди, Сейчас быть народом мужами, А на дворе, Миша, причем, Корея, цвета, Скорые, О которых те народовольцы. И то, что мы знаем, Они еще в неделю Даже не довариваются, Что будет дальше. И поэтому такую Легкую торопую песню. Заревый закат горит, Моливой, Вечером пускается налог, А выездом в городе Калина, Сколько не пролазая в игру, Старики повсюду, До старушечки, Как же мне потешки, Моя пресса, То ли сломог, Политис, Полушечки, То ли бусонок Полюбить, Алеха, То ли сломог, Политис, Полушечки, То ли бусонок Полюбить, Для чего зазрявшится Грамотия, Где же мне такие чудеса, То ли мне со слишком Похранный идти, То ли мне направиться В леса, Выдаю одна речень Вот на быструю, Песню гулясь, Ведобой, То ли нам заделаться Бабистами, То ли нам Утариться в забой, Алеха, То ли нам заделаться Бабистами, То ли нам Утариться в забой, Заревый закат Подозволен, Новый птиц Собирается на юг, А уездом Городом Калинове Сколько не пролазая вокруг И какую процерезолюцию Учили мы с вами до зари То ли поддаваться В революцию, То ли поддаваться В лотари, Алеха, То ли поддаваться В революцию, То ли поддаваться В лотари. Да, это прошу извинения, Это привык к тому, что Александр Михайлович и знает, если я не в первый раз, это Александр Михайлович Костромин, замечательный гитарист, тревогий-центр авторской песни Маскин, художник. Здравствуйте, Александр Михайлович, Меня зовут Александр, Я учусь на истории, Расскажите, пожалуйста, Что он будет дать с травмами до 41-го года. Да, значит, Вы знаете, В этом фильме есть вторая серия, Она называется «Ленинградские деятели Союзной войны». Или книжка, Сайдет книжка. Вот этот двухтонник, который здесь есть, он только что вышел, это как бы презентация почти, в издательстве «Экспо» сейчас в Москве. Этот вот принципиально отличается от предыдущих книг моих воспоминаний «Студа в океане», «Их жительщи надежды», и там первое издание называлось «Приблизи им дали», потому что он не то, что там где-то там переиздан, это заново написанная книга из двух частей. Они, «Экспо» не поставила номер один и два на томах, потому что, ну вот, ну первый еще, что он повторяет, там «Осследование в океане», второй класс, там «Новая книга» с «Гердюля звездолбами». Так вот, значит, там тоже немножко есть про 20-е июля 1941 года. Вот. И там, кстати, есть «Вальс» 1939 года. Дело в том, что там есть хроника очень интересная, это вторая серия, по-моему, этого сериала, в «Гердюля звездолбами». Там указано, значит, что подписание нового современного этого несчастного акта, и там здесь уникальные проникальные кадры, как наши бородаются с фашистами 1939 году в городе Брессе. Вот. Документальная серия там есть такая. Вот. Рим Петров действительно подарил лавный букет алых роз. Правильно. Дело в том, что она сама подтвердила. У меня в первом тексте, кстати, в кино, по-моему, первый вариант остался, у меня такой хризантемный облигенный букет. На самом деле, он не хризантемы им подарил, а розы. Когда она поправила меня, я переделал на розовом, в фильме, по-моему, старая запись хризантемы. И еще Толстский монастырь, да? Спасибо большое. Спасибо вам большое за теплые слова, дорогая Александра. Я вообще, понимаете, история моя несостоявшаяся любовь. Я ввел свою историю, мне очень повезло в жизни, что один из моих ближайших друзей, в моем взрыве ушедший из жизни замечательный историк и пушкининский писатель Анатолий Четинуман, который пленил в Европе в 19-м лет. Дальше. Уголкизма в Мавшарде его не было. Я еще ни разу не был за рубежом. С чего бы вы рекомендовали начать прознание нашей планеты? Не можно с чего. Понимаете, вы в вашей легории знаете, я на единичке сидел, а потом в шестерке. Но когда пересаживаешься на любую, видно, я мало кого там, я не знаю, Toyota Corolla, например, уже обратно вернуться не хочется. Ну, так же и с границей не совсем. Где вы читаете лекции? Честно, что я вам думаю. В каком-нибудь вы в Москве стиратся в университете на георитетическом путье, да, на георитетическом путье, на георитетическом сегастратом с вами Сократ, я знаю, что ничего не знаю. Согласен. А в триюля знаю даже интересы. Я, в которой часть, я не знаю. А, нет, моя любимая фраза, это то, что сказал почему я верю в Атлантиду, потому что честно, я не верю. Написал. Это то, что я считаю всю жизнь правильным. Верь тому, кто ищет истину и не доверяй тому, кто говорит, что ее нашел. Ну, хорошо. Что-то мы обещали с песнями. Вальстрит. А, Вальстрит. 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 Когда я был маленький, но как маленький, 6 лет, я был в Одессе, на которой войны, на моем родном Васильевском острове. Почему книжка называется «Записки старого островитяня»? Обратили внимание первый тон, да? Я островитяня, на самом Васильевском острове. Время, это правильно. Но я говорю, был там на десятках островов, но нет его. Итак, в 1939 году во всех репродукторах до нашей снималинии гремела такая боевая песня из людей с парком. На земле, у небеса и моря, наш напек и макушь и суров. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня походу готов. Вальс 1939 года. Полыхает кривлевское золото, дуются волки степной сухолей. Вячеслав Даш Михайлович Молотов принимает бермейских друзей. Кавтомир верстается на нова, чередь пышный готовит подкет. Репетро преподносит мулановы алых роз необъятный букет. ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА Валерий Курас 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 Я написал вот эту песню, история там длинная, как я ее пел в Севастополе, как там были неприятности и всякое такое прочее. Если кто не стоит, чтобы менять хитрикос ваше мнение, потому что интернет наполнен рублью в мой адрес. Погода, девочка. Погода, девочка. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над королем близкующий флаг, в небе неси архичные стаи, вдалю будет последний моря. Камеры кого-то оставят, не твердят, но смотрят на закон. И на берегу покинутый русский, этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. И на берегу покинутый русский. И на берегу покинутый русский, и на берегу покинутый русский. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Я думаю, что в вашем качестве аудитории появится количество записей, количество, куча, числа присутствующих, хороших, 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 рекордов. Вальс корабланды. А, это имеется ввиду экзаклавный парк. Меня сейчас недавно пригласили в 12-й год, в родной Питер, и вспомнилось ровно 100 лет со дня первых испытаний русских летательных аппаратов на комендантском аэродроме. Я ошибся, я говорю, что читать неважно. И там все вычисли, собрались и так далее. У них эта песня словно Кульзова. Это первое испытание русских летательных аппаратов. У меня, кстати, в первой серии этого фильма есть уникальные кадры, снятые в 12-м году под Петербургом. Куда петербургские жители? Такой веселой и бежителой. Какое возгонит событие в предмете на четверг лесах? Там зонтики белые, белые. Мальчишки и люди степенные, зверят полошами военные. Оркестр играет вальсом. В легче кончайные будочки, шоферские вадные дудочки. Но что за нелевые шуточки скользить по воздушной строе? И так, ну что, обязательно, чтоб ставшие в празднику затемно, Глазели на вас, обыватели, роняя свои гадости. В коляске, тесном обочины, злобные и ознобоченные, Толпятся купцы и рабочие. И каждый без памяти рад увидеть, как в небе над городом Пространство наполнено холодом, По звуке нестройного города. Нелепый парит на парад. Топлю в душу без помощи, Как паростных ветров веков еще, О полном пространстве вентопыща И сердцем золотой головой. Какая забава, кстати, За умростком радуйтесь матери, Поскольку весьма заниматель Сей праздничный трюль церковой. Куда, петербургские жители, Там, и веселые, и жители, Не стерят свой свет истребителей Уверг на самой заре. Свода неба пустыни на сбежище, Достигнусь в белом убежище, И завтра, либо убежище, Отроют лаз во дворе. Свода неба пустыни на сбежище, Достигнусь в белом убежище, И завтра неба пустыни на сбежище, Летят, садятся. Потом, в уникальные кадры, Стоит Питер на моторной лодке почему-то, Питер на моторной лодке. И приветствует плюс флаг, И тут бомбовозы 30-х годов, Такие стаработные. Потом ждут современные юнкинсы, Все весят бомбы, И горят до бомбы, На фоне этой хроники, Идет вот эта песня. Так, ну что ж, Первое для терения. Так, что у нас есть основная тема? Аэропорт 19-го века. Память Михайловича Лермонта. Когда закрыт аэропорт, Мне в шумном зале Вспоминается иное. Нас не летят и везянут, И громко лошади взлетают за стеной. Но необр 섬ы на покрытих, Нас как у бедни, И не огня, И чем вечно века. Ах, постоянные воры, Аэропорт 19-го века! Ах, постоянные воры, На работе девятнадцатого века. Сидеть там весь утро, Давайте с вами поздобуемся в полночном. Из града славного Петра, Куда, скажите вы, торопитесь поручен? В краях вала и жары, Отправь начальство и подвыску на обремя. Ах, постоянная двора, Аэропорт девятнадцатого века. Ах, постоянная двора, Аэропорт девятнадцатого века. Куда не ехать уйти В любом столетии любого рима года. Разъединяет нас в пути, Оберединяет нас, пихая, непогода. Ах, как друг другу в добры, Когда бесчинствует, распутится в море. Ах, постоянная двора, Аэропорт девятнадцатого века. Ах, постоянная двора, Аэропорт девятнадцатого века. Какая мощность в этом месте, Какие зыбкие нас связывают в нити. Привычно чокаются здесь, Аэропорт девятнадцатого века. Аэропорт девятнадцатого века. Аэропорт девятнадцатого века. Ах, постоянная двора, Аэропорт девятнадцатого века. Аэропорт девятнадцатого века. Аэропорт девятнадцатого века. Ах, мне нет карточной игры, Таска народная на будущем калека. Ах, по своему двору, Рарапорта девятнадцатого века. Ах, по своему двору, Рарапорта девятнадцатого века. Ах, по своему двору, Рарапорта девятнадцатого века. Начали научно, достал я весь экран спирта у себя там в лаборатории. Забились в какую-то точку клинтеке и там развели его в колбе. Я тогда еще не знал, что надо не воду в спирт наливать, а спирт в воду, чтобы не пахло этой резиной. Вот, ну и не нагревалось экстремически. Ну, и там новый период спирта и, наверное, позже написал я такую народную песню. Ах, по своему двору, Рарапорта девятнадцатого века. 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 Старинная шотландская песенка написана мною для кинофильма, радиоспектаклей, по замечательному века. Ах, по своему двору, Рарапорта девятнадцатого века. Зажигали камин и, встречая нам год, поминали того, кто сейчас штабует и далеко от родной шотландии. Надо сказать, шотландская народная песня. 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 Пока в печи горят рога и ждет его жена, Пусть будет нынче в головах и цель его езда. Пусть над холодной сыпьем вод, где женщины рядом нет, Его от стужи сбережет шотландский пёстрый плед. Пусть в этот день и в этот час светит ночных дорог, Его согреет, как и нас, шотландский тёмный гроб. Там вверх из воды, вверх свистя, и бедная вода, И льда повисла на скостях синая борода. Пока в печи горят рога, собравшись за стол, Про всех мы вспомним, но сперва подумаем о нём. Пока в печи горят рога и стынет пересклет, Оборота носилась в первый дождь за тех, кого здесь нет, За тех, кого в чужих морях от милых мест удалит. В себя я в сердце, в боль и страх качают, как воды. Пусть сократится долг и срок, что не проспукай дамы, Оно северно забрати на свой порог и грозный океан. Пока в печи горят рога и стынет за окном, Запьём за здравые слова, мерзающий веном. Пусть сократится долг и срок, что не проспукай дамы, Оно северно забрати на свой порог и грозный океан. Пока в печи горят рога и стынет за окном, Запьём за здравые слова, мерзающий веном. Жена французского пошла. Ой, ну споём можно. Да, ну споём, что же, вот от тебя были записки, что-то. Это же заедет. Ну, тут комментарии не нужны, но уже, я знаю. Как он, а сегодня спортиза, всё ясно. Последние три года нигде не появилось. Да, ничего нового не появилось. Историю, вы знаете, она в книжке написана. Поехали. 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 Один из души свинится, Широковый, молодой и цветной. И в жару их службе и в минастие Все сжигает отмелево плак. В нем постели размахнутые, Настя, И жена французского позла. Так, Рюхан Курпиналов просит спеть последнюю песню, последнюю песню «Не влюбляйтесь в людей из корабля», но я не помню. Я контекст не помню. А предатель? Ну, это не последняя, слава Богу. Не влюбляйтесь в людей из корабля. Одна сейчас споем, да. Точно не помню. Но не помню слова. Чем-то? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ах, красотки из дальних портов, Что вчера нас на пирсе встречали, Привлечения скрипом шартов, Не хотите гулять на причале, Отшибаться сердцам не виляю. Тщательно отшибаться сердцам не виляю. На! Не спешите влюбляться без толка, Не влюбляйтесь в людей из корабля, Корабли просоят здесь недолго. Не влюбляйтесь в людей из корабля, Корабли просоят здесь недолго. По рекам из неведомых стран, И впереди незрелые души, И вернет их назад океан, И жена напокинутых суши, Эта драма, начавшая с поля, Повторяется ни одна, ни одна. Не влюбляйтесь в людей из корабля, Корабли не приходят аккуратно. Не влюбляйтесь в людей из корабля, Корабли не приходят аккуратно. Чтоб не плакать потом, по ночам, И себя не готовить во вдовы, Не ходить болеть на плечах, Где суда напрягают шмартовые, И погода кружится земля, И на солнце меняются пятна. Не влюбляйтесь в людей из корабля, Корабли не вернутся на плана. Не влюбляйтесь в людей из корабля, Корабли не вернутся на плана. Около площади. Около площади. Около площади. Около площади. Около площади. Ну, споем, пожалуйста, запрещенные песни. Я знаю, спектакль запретили в Ленинграде. Эти камнисты. Май второй тиск называется. Ночью, прощpoon... Ветер неласковый, В Реме не на слух. Май в Ленинградскую. Площадь синанковая. Площадь синанковая. Площадь синанковая. Подхожdo. Около площади. Около площади. Около камico. Около. Прошеким там не排θε죠. Мысли горячие, мысли отважные, мысли преступные, Вот она рядом, доступная каждому и недоступная. Я и на неделю выйти не смею, время нас не щадит. Вот и остались мы, вот и застарились около площади, Вот и остались мы, вот и застарились около площади. Так и проходят наш пьяно беседы, дом и службную. Всё обогавшие, песни спятые, жизни ненужные. Цоколи, 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 цоколи луж, Около, 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 около около площади, Около, 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 ок gelerntη, Мальчик кудрявый, весело чувак, Каин, где навел, спросим В мире, в котором столько простоя Молны и горы, солнечно дымом Разве я сторож, разве я сторож, Разве я сторож, брату моего? Голзы тиснятся, белые вокруг, Нек только братца затерялся вдруг В мире, в котором столько простоя Молны и горы, солнечно дымом Разве я сторож, разве я сторож, Разве я сторож, брату моего? Голзы тиснятся, белые вокруг, Нек и горы, солнечно дымом Разве я сторож, разве я сторож, Разве я сторож, брату моего? Голзы тиснятся, белые вокруг, Нек и горы, солнечно дымом Разве я сторож, разве я сторож, Разве я сторож, брату моего? Голзы тиснятся, белые вокруг, Нек и горы, солнечно дымом И имеют то, что Т держит небо на з天 MB ap Держать его бухину, не бернёт, За стороне напряженной спины Колінит светиты – витреш nossos jaw коробки ПЕСНЯ 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 ОН ПЕСНЯ ДОСТОР ПЕСНЯ ПАСИБО! ПЕСНЯ